Ну, прекрасно. Поехали. Значит, в прошлый раз мы говорили о отношениях некоторых специальных видов. Вот, в частности, у нас с вами были отношения рефлексивные. Значит, что же означает, что R, допустим, R – это какое-то отношение на множестве А. Мы говорим, что это множество... Олеся, выключи музыку. Рефлексивно. Прости, пожалуйста, у нас началась лекция. Ага. Значит, R рефлексивно. Тогда и только тогда, когда для любого... Ну, рефлексивно, значит, для какого-то множества, но, например, просто рефлексивно. То есть, подразумевается для А. Это значит, для любого Х у нас пара ХХ, для любого ХА и за пара ХХ попадает в R. Ну, или что то же самое, ИД А включено в R. Далее. Так, симметричность. Ну, симметричность означает, что для любого Х, для любого У, если Х, Р, Y, то Y, Р, X. Мы в прошлый раз установили, что это эквивалентно тому, что R совпадает со своим обращением. Так, еще было такое свойство. R антисимметрично. Антисимметричность означает, что если у нас есть стрелки туда и обратно между двумя точками, то эти точки совпадают. То есть, единственная возможность, чтобы какая-то пара попала как в R, так и в его обращение, это если это пара одинаковых точек. То есть, значит, R пересеченное с обращением, R включено в ИД, состоит из пары одинаковых. Ну и пятое свойство – транзитивность. Мы говорим, что R транзитивно тогда и только тогда, когда для любых X, Y, Z, если X, R, Y и Y, R, Z, если у нас с вами имеется путь из двух точек, ну, не очень разумно писать что-то в чат, потому что я за этим чатом не могу следить. Вот. Значит, если есть проблемы, то используйте браузер Chrome или Firefox. Chrome или Firefox. Вот. Хорошо. Не забывайте выключать микрофон. Спасибо. Так, хорошо. Значит, X, R, Y, Y, R, Z влекут у нас с вами X, R, Z. То есть, смотрите, если у меня есть путь из двух стрелок, то есть, если пара X, Z попадает в композицию, то тогда она попадает и в само наше отношение. То есть, иначе говоря, композиция R и R включена в R. Это краткое содержание того, что мы успели сказать в прошлый раз об этих вещах. Ну, на самом деле, свойства транзитивности, антисимметричности и прочих, они, конечно, интересны сами по себе, но мы их вводили не для того, чтобы на них просто любоваться. Мы их вводили для того, чтобы моделировать такие вещи, как порядки. Вот мы сейчас скажем, что такое частичный порядок. Уже в прошлый раз мы разбирали примеры. Ну, давайте скажем так, что отношение P. Значит, P – это нестрогий частичный порядок на множестве А. Вот это вот в этом выражении, частичный порядок, я буду слово частичный опускать. Сейчас мы поймем, что означает эта частичность. И на самом деле у нас по умолчанию порядок понимается как частичный порядок. R – это нестрогий частичный порядок на А, если выполнено следующее. Ну, во-первых, наше P – это отношение на множестве А. Во-вторых, P рефлексивна, ну, имеется в виду для А, естественно. В каждой точке есть петля. P – транзитивна. И третья P – антисимметрична. То есть, что же такое нестрогий частичный порядок? Это рефлексивное, транзитивное, антисимметричное отношение. У нас уже было много примеров. Отношение меньше или равно обычное. Ну, например, на множестве натуральных чисел. Мы знаем, что оно рефлексивно. x меньше или равен x. Мы знаем, что оно транзитивно. Если x меньше или равен y, y меньше или равен z, то тогда x меньше или равен z. Ну и, наконец, оно антисимметрично. То есть, если x меньше или равно y, и y меньше или равно z, то x равно z. Теми же свойствами, что и отношение меньше, обладает и отношение больше. Это тоже порядок. То есть, обращение порядка на самом деле является порядком. Мы это докажем. Так, какие еще у нас есть примеры? Точнее сказать, они уже были. Вот я могу взять множество всех подмножеств, какого-нибудь множества, любого, произвольного, и рассмотреть теоретико-множественное включение как отношение на этих подмножествах. x включено в x. Если x включено в y и y включено в z, транзитивность, то x включено в z. Антисимметричность. Если x включено в y и y включено в x, то в таком случае x и y равны. Делимость. Отношение делимости на n тоже в прошлый раз рассматривали. Если x делит x, если x делит y, y делит z, то в таком случае x делит z. Если x делит y и y делит x, то в таком случае x и y равны. Вот примеры. Как видите, эти нестрогие порядки, они у нас всюду встречаются. Понятно это? Или есть какие-то вопросы, замечания? Что скажете? Все понятно. Прекрасно. Действительно, понятие простое, но идея в том, что мы абстрагируемся от множества порядков, которые мы уже видели. Это не строгий порядок. Это обобщение понятия меньше или равно. А что же такое строгий частичный порядок? Давайте скажем это. Определение. Ку – это строгий частичный порядок. Слово частичный тоже будем выпускать. Строгий частичный порядок на множестве a. Что же это такое означает? Это означает, естественно, что наше ку – это отношение на a. ку будет иррефлексивно, то есть петли запрещены, иррефлексивно. И второе – ку будет транзитивно. Довольно часто, когда определяют строгий порядок, говорят, что должна еще быть антисимметричность. Но она действительно есть. То есть, можно сказать так, что строгий порядок получается, определение, получается из определения нестрогого, если рефлексивность, то есть наличие петель везде, заменить на иррефлексивность, на отсутствие петель везде. Но, с другой стороны, нам не надо явно упоминать антисимметричность. Мы сейчас докажем, что она у нас будет бесплатна. Ну, какие есть примеры строгих порядков? Ну, меньше – на натуральных, ну, или на целых, или на вещественных. Больше – на тех же множествах. Включено, но не равно. Является собственным подмножеством. Тоже можно сказать – делит, но не равно. На самом деле, любой строгий порядок, он получается из нестрогого, некоторого, запрещением равенства. То есть, меньше или равно, но не равно. На самом деле, строгий и нестрогий порядок – это объекты, которые образуют очень естественную пару. И, по сути дела, упоминая один, мы практически всегда имеем в виду и другой. Значит, давайте сейчас я вначале докажу, что каждый строгий порядок антисимметричен. То есть, явно упоминать антисимметричность, третье свойство, здесь не нужно. Антисимметричен. Значит, утверждение. Если у нас Q и рефлексивно, и транзитивно, то Q антисимметрична. То есть, антисимметричность получится бесплатно. Доказательство очень простое. Смотрите, антисимметричность состоит в том, что вот если у меня есть стрелка XQY, да, и YQX, то тогда X равно Y. Ну, в самом деле, воспользуемся транзитивностью. Ведь транзитивность говорит, что любой путь из двух стрелок у нас можно заменить на одну стрелку из его начала в его конец. Но там, естественно, ничего не сказано о том, что эти точки различны. То есть, вот такой цикл – это тоже путь из двух стрелок. Значит, по транзитивности получается XQX. Это по транзитивности. С другой стороны, и рефлексивность говорит нам, что такое невозможно. И рефлексивность гарантирует отсутствие петель. А транзитивность настаивает, что петля была в таком случае. Ну, мы получили противоречие. Но чисто логически из противоречия следует все, что угодно. В частности, я могу получить, что X равно Y. Почему бы и нет? Итак, дело в том, что строгий порядок, он является даже не просто антисимметричным, но и асимметричным. В том смысле, что в нем просто не бывает, не бывает такой ситуации, что XQYYQX. Не может такого быть, что X меньше Y и Y меньше X. Надо отметить, что вот понятие меньше, оно влечет целый ворох интуиции. Мы сразу себе что-то представляем и так далее. И уже забываем его определение. Это не очень хорошо и может нас подвести. Поэтому я, так сказать, буду стараться иногда вашу интуицию даже подавить. Итак, у нас есть строгий и нестрогий порядок. Как же они интересно знать связанное? Так, хорошо. Давайте дадим такое определение. Смотрите, всякий раз, когда мы говорили о порядке, он был не просто где-то, а на каком-то множестве. И это не случайно. Нас интересует не только само отношение порядка, а какое именно множество оно упорядочивает. В частности, нам важно знать относительно какого множества там рефлексивность. Вот такая вот пара, или, ну, точнее говоря, тройка, мы поймем, почему ее можно заменить на пару, она называется частично упорядоченным. Ну, хотя ладно, нет, пока не будем. Пока не будем, это нехорошо пойдет. Итак, значит, наша такая очередная тема небольшая. Связь строгих и нестрогих порядков. Даже давайте перед тем, как об этом говорить, я скажу, что означает слово частичный. Почему частичный? Что означает, что тут у нас частичный порядок? Идея в том, что могут быть несравнимые элементы. Могут быть несравнимые элементы. То есть, такие х и у, что х не п и у, неверно, что х п и у и неверно, что у п и у. То есть, несравнимость понимается вот так вот. Ну, или для строгого порядка несравнимость означает, что существуют различные элементы, из которых ни один, ни меньше другого. Ну, опять-таки, пример. Все это станет яснее, конечно, когда мы поговорим о связи строгих и нестрогих. Пример. Ну, вот в порядке натуральных чисел у нас нету несравнимых элементов. Из любых двух натуральных чисел одно обязательно меньше равно другого. Но если я возьму, например, порядок на подмножествах, то несравнимые элементы здесь будут. Ну, например, множество вот такой вот, синглитон двойки, оно не включено в синглитон тройки. Ну, и равным образом синглитон тройки не включен в синглитон двойки. Вот вам видите несравнимые элементы. Поэтому порядок и частичный. То есть, не любые два элемента сравнимы. Но по умолчанию у нас как раз именно такая ситуация. Ну, а теперь давайте займемся все-таки связью строгих и нестрогих порядков. Это несложная теорема, но которую мы должны хорошо усвоить. Она, ну, немножко, может быть, по своей формулировке будет не очень похожа на то, что у нас было. У нас до сих пор не встречалась такой ситуации, когда мы жульнически говорили об одном объекте, скажем так, о двух объектах, как о двух сторонах одной медали. Но, тем не менее, нам придется так поступить. Значит, смотрите. Пусть у нас… Давайте даже введем какие-нибудь обозначения. Вот дано какое-то множество А. Мы будем о нем говорить. Дано множество А. Значит, пусть у меня С от А. Это будет множество всех… Будет множество всех строгих порядков. Множество всех строгих порядков. Это все такие отношения на А, то есть под множество А в квадрате. Все такие отношения, что наше К – это строгий порядок. Так. Наше К – строгий порядок. Ну и, соответственно, Н – это множество нестрогих порядков. Все такие П. П – это нестрогий порядок. Ну, на этом А. Тут тоже на А. Вот. Вот такие два множества. Какая между ними связь? Ну, вот смотрите, что мы сделаем. Мы сейчас заведем функцию φ. Функция φ принимает на вход строгий порядок и возвращает… Ну, вообще говоря, нам хотелось бы, чтобы она возвращала нестрогий. Но это надо доказывать. Пока мы можем лишь сказать, что она возвращает какое-то бинарное отношение. Она работает так. Вот она взяла наш строгий порядок и добавила к нему id. Ну, то есть что это значит? Когда у нас х φ от qy. Тогда и только тогда, когда х, q, y или х равно y. То есть меньше или равно. Меньше или равно. Понятно это? Да. Ну, да, понятно. Вот аналогичным образом я могу определить функцию, про которую я буду доказывать, что она делает, наоборот, нестрогий порядок строгим. Ну, вот она взяла какой-то нестрогий порядок и возвращает отношения. Я буду доказывать, что это отношение является строгим порядком, но пока я не вправе так написать, потому что еще этого не доказал. Вот она взяла какой-то нестрогий порядок и она вычла из него id. Ну, то есть, опять же, что значит, что x, y, пара x, y попадает в такое отношение? Как бы меньше или равно x, y, но при этом не равно. Не попадает в id, но не равно. Меньше или равно, но не равно. Ну, вот. То есть, на самом деле, есть две такие функции, которые ведут себя очень даже естественным образом. Теорема. Ну, у нас было утверждение. Давайте, чтобы вам не казалось, что мы ничего не делаем на лекции, будем ставить номера. Утверждение 1. Значит, теорема 2. Та самая связь строгих и нестрогих порядков. Ну, вот смотрите. Для любого множества А, для любого строгого порядка на этом А, для любого нестрогого порядка на этом А имеет место следующее. Ну, во-первых, φ от строгого порядка – это будет-таки действительно нестрогий порядок. А, во-вторых, φ от нестрогого порядка – это будет строгий порядок. Ну, и более того, оказывается, что если я применю φ к φ от Q, у меня получится Q. И, как можно ожидать, если я применю φ к φ от P, у меня получится P. То есть, вот эти две операции, они являются взаимно обратными. И, в частности, отсюда следует, что это, конечно, биекция. Ну, помните, у нас был критерий биективности? У нас в свое время был такой критерий, давайте где-то я вот тут напишу, что вот если у меня есть отношения, тут они, правда, разные, но это тоже верно. Значит, если у меня… Ну, можно доказать, что если… Даже тут функция. Ну, хорошо. Ну, я напишу, что отсюда следует. Отсюда следует, что φ равно ψ в минус первой, и что той и другой биекции. φ – это биекция у нас между нестрогими порядками и строгими порядками. Ну, вы можете проверить это в качестве упражнения, что это биекция. Ну, φ – это функция, дальше вы доказываете ее инъективность. Значит, ну, действительно, например, если φ, значит, совпадает φ от Q равно φ от Q штрих. Примените ψ к обеим частям, и получится, что Q равно Q штрих. Ну, и так далее, и тому подобное. Короче говоря, легко доказать, что φ и ПС будут биекциями между строгими и нестрогими порядками. Понятно это? Хотя бы интуитивно. Да, понятно. Давайте теперь сосредоточимся на доказательстве теоремы. Ну, пункт один. Что нам нужно сделать? Нам надо проверить рефлексивность, транзитивность, антисимметричность. Ну, рефлексивность. Рефлексивность – самое простое. Естественно, ИДА включено в Q объединить с ИДА. А это и есть наша φ от Q. Ну, если мы явно добавили ИДА, естественно, он там оказался. Итак, рефлексивность проверена. Так, что еще? Там, транзитивность. Так, транзитивность. Я хочу посмотреть, что такое фи от Q, композиция фи от Q. Я легко это докажу, пользуясь тождествами, которые у нас были. Это Q объединить с ИДА, композиция Q объединить с ИДА. Но мы с вами знаем, у нас это было на семинарах, что композиция, она дистрибутивна относительно объединения. То есть, получится композиция Q объединить с Q плюс, ну, в смысле, объединить. ИДА, композиция Q, объединить с Q, композиция ИДА, объединить с ИДА, композиция ИДА. Ну, что же это такое? Так, тут у нас как была, так и остается композиция Q и Q. Вот это, естественно, Q. Потому что умножение на ИД, оно не меняет нашего отношения. Значит, получается Q. Ну, а композиция двух ИДА тоже, естественно, ИД. Ну, и где же это хозяйство содержится? Мы воспользуемся тем, что у нас само Q является строгим порядком. А значит, Q транзитивна. Ну, а раз Q транзитивна, то тогда, раз Q транзитивна, значит, композиция Q объединения... Тьфу-то, композиция Q и Q включена в Q. Значит, вся эта мерзость, она включена куда? В Q объединить с ИДА. А это есть ФИАТКУМ. Согласны? Да. Отличнейше. Давайте проверим антисимметричность. Антисимметричность означает, что пересечение нашего отношения с его обратным включено в ИД. Так, ну, давайте посмотрим, что там будет антисимметричность. Так, Q объединить с ИДОМ, пересечь с обращением. Но обращение объединений – это объединение обращений. Ничего здесь такого удивительного, в принципе, нет. Значит, просто расписываем. Занимаемся алгебраическими преобразованиями. Даже я не думаю. Значит, объединить. Обращение объединений – это объединение обращений. Получилась такая вещь. Но здесь уместно напомнить, что если я в ИД переверну все пары, то ИДО получится. Это отношение просто не меняется. Согласна? Да, да. Тогда вынесем наружу объединение с ИДОМ. Что получится? Получится вот такое вот пересечение объединить с ИДОМ. Ну, хорошо. Но а что такое Q? Дело в том, что Q – это строгий порядок. На самом деле, для него такое пересечение даже пусто. Но во всяком случае, мы знаем, что Q антисимметрично. Во всяком случае, Q антисимметрично. Поэтому такое пересечение включено в ИДО. Значит, вся эта штука, есть подмножество ИДО, объединенное с ИДОМ. Вот это ИДО есть. Вот. Значит, антисимметричность установлена. Есть ли вопросы? Вопросов нет. Ну, это еще не все. Вот мы сейчас показали, что фи от Q, то есть, если я добавлю равенство, то это получится нестрогий порядок. Но а почему ПСИ, примененное к фи от Q, дает нам Q? Давайте попробуем в этом разобраться. Ну вот, берем ПСИ и применяем его к фи от Q. То есть, что это такое будет? Это Q, которому добавили ИД и из которого вычли ИД. Но основная идея в том, что Q, будучи строгим порядком, с ИДОМ не пересекалось. То есть, здесь надо воспользоваться и рефлексивностью. Ну, давайте посмотрим чуть более формально, что здесь будет. Значит, пересекаем с дополнением ИДО. Воспользуемся дистрибутивностью. Значит, все те точки, которые... Все те пары, которые лежат в Q, но пары неравных. А здесь у меня будет объединение вот с такой штукой. Пересечение ИДО и его дополнение. Естественно, пересечение любого множества с его дополнением пусто. То есть, получается Q, пересеченное с дополнением ИДОМ. Ну, что тут можно сказать? Дело в том, что, в принципе, из-за рефлексивности уже следует, что вот это вот есть Q. Потому что Q и рефлексивно. То есть, мы знаем, что пересечение Q с ИДОМ пусто. Но отсюда следует, что все Q включено в дополнение ИДОМ. Понятно это или надо подробнее расписать? Все понятно. Да, ну там просто так, выражаясь менее формально, в Q просто у нас все пары состоят из разных элементов. Потому что Q – это строгий порядок, он и рефлексивен. Итак, мы доказали первое утверждение. Второе утверждение чуть-чуть-чуть сложнее. Какой вопрос? Для второго утверждения нам надо показать, что если я буду применять ПСИ, то есть выбрасывать ИДОМ из нестрогого порядка, то у меня останется строгий порядок. Ну, для строгого порядка надо проверить два свойства – и рефлексивность, и транзитивность. Ну, давайте. Значит, что мне дано? Мне дано, что П – это не строгий порядок. Я хочу проверить, и рефлексивно ли ПСИ от П. Значит, беру ПСИ от П, пересекаю его с ИДОМ. Что же это такое будет? Ну, на самом деле ПСИ от П – это П. Минус ИД. Пересеку это дело с ИДОМ. Но, по-моему, очевидно, что это пустое множество. Или надо расписать. Я выбросил ИДОМ, а потом пересек с ИДОМ. После того, как я выбросил, никаких пар одинаковых не осталось. Согласны? Да, да. А вот транзитивность мне придется проверить, ну, несколько более противным образом. Ну, допустим, у меня пара Х-Ю попала в ПСИ от П. И, допустим, пара Й-З попала в ПСИ от П. Ну, я хотел бы доказать, что пара Й-З тоже попадает в ПСИ от П. Как же я мог бы это сделать? Так, ну, смотрите, ну, что нам дано? Я напоминаю, ПСИ от П – это П минус ИД. ПСИ от П – это П минус ИД. То есть, я знаю вот отсюда следующие вещи. Х, П, Y, Y, P, Z. И, кроме того, я знаю, что Х не равно Y, и я знаю, что Y не равно Z. Так, вопрос. Проблема в том, что понятно, что вот отсюда, так как П – это не строгий порядок, то есть, П транзитивно, так как П транзитивно, отсюда, естественно, получается Х, П, Z. Но вопрос, а не может ли быть так, что Х равно Z? Не может ли быть так, что Х равно Z? Так, ну, смотрите, что тогда будет. Сейчас мы противоречие получим. Допустим, для противоречия, допустим, что Х равно Z. Но если Х равно Z, я вот посмотрю вот на эти две вещи, и тогда я заключу отсюда, что Х, П, Y и Y, П, X. Я Z заменил на X, потому что Z и X равны. Дальше я воспользуюсь антисимметричностью. Воспользуюсь антисимметричностью нашего нестрогого порядка П. Получится, что Y равно X. Ну, а это не так. Вот это уже не так, потому что Y и X не равны. Понятно? Да. Да, понятно. Таким образом мы доказали, что X, P, Z и, значит, X не равно Z. X не равно Z. Но мне надо было доказывать не, что Y, Z принадлежит. Это я и так знаю, что X, Z. Ну, а вот этих двух вещей, естественно, достаточно, чтобы сказать, что пара X, Z попадает в Пси от P, потому что это P минус 1. Так, транзитивность и рефлексивность отношения Пси от P доказаны, оно автоматически будет антисимметричным, значит, это строгий порядок. И единственное, что нам еще остается, это то, что Пси от Пси от P равно P. Так, ну, давайте посчитаем, что такое Пси от Пси от P. Пси – это добавить ID, Пси – это вычесть ID. Пси от Пси от P. Значит, надо взять P, вычесть из него ID и ID добавить. Наша задача – показать, что получится P, ничего не изменится. Ну, или по-другому мы можем это вот так вот написать. И дальше воспользоваться дистрибутивностью. Значит, будет P объединить с ID, а пересечь с дополнением ID, объединить с ID, а. Ну, что же это такое будет? Значит, будет P объединенное с ID, а пересечь с ID, а его дополнением. То есть, это будет просто наш универсум, множество А в квадрате. Но пересечение, эта же штука, она лежит, включена в А в квадрате. Значит, просто получается такая вещь. Ну, а дальше надо заметить, что это равно P, потому что P, как нестрогий порядок, он рефлексивен. Дело в том, что ID включен в P, значит, объединение ID и P равно P. Ну, собственно говоря, все. Согласны? Да. Теорема доказана. Мы показали, что у нас есть очень тесная связь между строгим и нестрогим порядком. Мы можем каждому строгому порядку Q добавить ID, получится нестрогий порядок. Мы можем из каждого нестрогого порядка вычесть ID, получится строгий. И эти операции, добавление, удаление ID, они являются взаимообратными. То есть, у каждого строгого порядка есть нестрогий напарник, у него есть пара. И обратно, у каждого нет строгого порядка, имеется строгий напарник, они всегда ходят парой. Всегда, где есть какое-то меньшее отношение, есть отношение меньшее равно. Поэтому мы всегда будем рассматривать не один порядок, а пару. Значит, имея это в виду, мы введем такие обозначения. Мы будем обозначать строгие порядки символами, ну, вот такого вот вида. Меньше, вот какое-нибудь такое кругленькое меньше, или там еще что-нибудь. Меньше или равно, но не равно такого плана. А соответствующие нестрогие, вот это очень важно, соответствующие нестрогие такими символами. Меньше или равно, кругленькое такое меньше. Ну и так далее. То есть, что я имею в виду? Мы будем рассматривать пары такого вот вида. Меньше, меньше, равно. Где? Значит, наш нестрогий порядок меньше или равно, он является просто напарником в смысле функции φ. Фи строгого порядка и строгий порядок является напарником в смысле функции ψ нестрогого. Понятно это? Пси делает из нестрогого строгий, а φ делает из строгого нестрогий. Вот мы всегда будем рассматривать такие пары. Важно отметить, что такая пара задана однозначно. Если задан любой ее компонент. Понятен этот момент? Если мне дали порядок меньше, у меня всегда гарантированно есть его нестрогий вариант меньше или равно. И наоборот. Понятно? Да, понятно. Определение. Что такое частично упорядоченное множество? Это одно из основных понятий в математике. И это частный случай так называемой структуры. Мы с этим столкнемся еще не один раз. Частично упорядоченное множество. Сокращенный чум. Сокращенный чум. Что это такое? Ну, строго говоря, это тройка вот такого вида. А меньше, меньше или равно. Где меньше, это строгий порядок на А. Меньше или равно. Не строгий порядок на А. И они, значит, связаны. Фи от меньше, это меньше или равно. И пси от меньше или равно. Это меньше. То есть, вот такое вот множество, и на нем пара строгого порядка и нестрогого. Но заметьте. Один определяется через другой. То есть, на самом деле, вместо тройки мы можем рассматривать пару. Достаточно задать лишь один, так сказать, вариант нашего порядка. Лишь один вариант порядка. То есть, мы, по сути дела, будем считать, что вот эта штука, это тоже, тоже чум, что просто А меньше. И тот же совершенно чум, что А меньше или равно. Понятная идея? То есть, частичное порядочное множество, это множество с заданным на нем порядком. Какой именно вариант порядка берется? Меньше или меньше или равно, строгий или нестрогий вариант порядка не имеет никакого значения. Понятен этот момент? Да, понятен. Зачем я так долго об этом говорю? А потому что все понятия, которые определяются для порядков, они всегда имеют в виду именно пару, строгого и нестрогого. Даже если в самом определении упоминается только один из них. Все понятия для порядков, они, по сути дела, определены для пар или для чумов, вот для пар из строгого и нестрогого. Итак, первое такое понятие, которое нам встретится, это максимум. Что же такое максимум? Ну, давайте разберемся с этим. Максимальные и минимальные элементы. Пусть у нас имеется какой-то чум. А красивое – это чум. Я буду только вот здесь строгий вариант указывать, но у меня есть еще и нестрогий. Определение. Х – минимальный или минимум. Х – минимальный элемент. В этом порядке, в этом чуме, тогда и только тогда, когда нет никого, кто был бы меньше. Ни для какого у невозможно, чтобы у был меньше х. Понятно это? Да, понятно. Что же такое минимум? Это элемент, у которого нет меньших. Мы можем рассмотреть множество всех минимумов. Его можно по-всякому обозначать. Можно так. Можно еще вот так. Сейчас мы объясним. Это множество вот всех таких элементов нашего А. Кстати, такая штука называется носитель частичного порядочного множества. Вот само это множество называется носитель. Как бывает, ракета-носитель. Носитель нашей структуры. Носитель чум. Вот. Значит, это все такие элементы носителя, для которых не существует меньшего. Обратите внимание, из того, что не существует меньшего, вовсе не следует, что он больше всех. Он может быть несравним. Он может быть несравним. Это ключевая штука. Соответственно, элемент максимальный в А. А это что значит? Это значит, что не существует большего. Никто не может быть больше нашего Х. Множество максимальных элементов. Это все такие Х, у которых нет большего. Которые как бы являются такими тупиковыми справа. Из них не выходит стрелочек. Здесь сразу полезно привести пример. Давайте рассмотрим конечное частично упорядоченное множество. Сейчас мы его нарисуем. Ну, давайте возьмем какие-то точки. Я их помечу цифрами, но я очень надеюсь, что вы не будете сравнивать эти цифры в смысле естественного порядка натуральных чисел. Ну, просто потому, что то, что я нарисую, не является естественным порядком натуральных чисел. 8, 1, 2. Скажите, пожалуйста, вот такая штука является строгим порядком? Выполнены ли здесь два свойства? И рефлексивность, и транзитивность? Ну, да. Конечно. Так, а вот такая штука является ли строгим порядком? Нет, транзитивности нету. Не хватает транзитивности. Но для того, чтобы не загромождать рисунок, мы не будем просто рисовать эти стрелки. Вот заметьте, стрелки, которые должны быть по транзитивности, которые должны быть по транзитивности, не рисуем. Такой подход называется, ну, вот это называется диаграмма Хассе, да? Я просто опускаю стрелки, которые должны быть по транзитивности. Или, если угодно, я беру транзитивное замыкание, так называемое. То есть, я эти стрелки добавляю. Так, пока все хорошо. Ну, я еще нарисую парочку стрелок. Например, тут будет у меня три, а здесь у меня будет четыре. Скажите, пожалуйста, ну, вот по модулю стрелок, которые должны быть по транзитивности, если считать, что они проведены, эта картинка является чумом? Изображает эта диаграмма чум? Как вы считаете? Ну, у нас есть отношения на множество. Да, транзитивность выполнена автоматически, петли есть. Нет, петли нет. Петель нет. То есть, это и рефлексивность, это некий строгий порядок. Согласны? Здесь три меньше, чем восемь. Шесть меньше, чем один. Восемь меньше, чем два. Ну, вот некий такой чум. Давайте зададимся вопросом. А какие элементы являются здесь минимальными? Смотрим на определение. Минимальные – это те, в которые не входит ни одной стрелки. Стрелка у нас идет от меньшего к большему, потому что у нас порядок вот так вот обозначается. Да? От меньшего к большему. Какие элементы минимальны? Три и четыре. Три и четыре. Это ровно, это единственные точки, в которые не входят стрелки. Заметьте, их две. Их две, они, конечно, друг с другом несравнимы. Легко заметить, что минимальные элементы, они друг с другом несравнимы. Так, а максимальные элементы как? Один и два. Один и два, конечно. У нас максимальные элементы – это наоборот, из которых не выходит ни одной стрелки. Вот как бы тупиковые справа элементы, в которые можно прийти, но уйти из них уже нельзя. Ну, может, или если… Ну, вот да. По стрелке меньше уйти нельзя. Если мы рассмотрим нестрогий порядок, нестрогий напарник этого порядка, то, конечно, максимальный элемент будет меньше или равен сам себя. Но меньше или равен какого-то другого элемента он быть не может. Но я напоминаю, определение дается сразу для пары порядков. Меньше, меньше или равно. То есть нет такого понятия, что вот он минимален для меньше, но не минимален для меньше или равно. Нет. Вот все определяется для пары порядков. Стало понятнее с этими минимумами и максимумами? Да. Так. А теперь вопрос на засыпку. Ну, сначала не на засыпку, а так. Возьмем вот такой порядок. Натуральные числа и порядок меньше. Скажите, пожалуйста, там есть минимальные элементы? Порядок обычный, естественный. Есть такие элементы, в которые ни одна стрелка не входит? Да. Какие? Ноль. Правильно. Так. Там есть максимальные элементы? Нет максимального. Нету, потому что каждый элемент меньше кого-то. Значит, множество максимальных пустое. А теперь я возьму вот какой порядок. Минимальный, но порядок будет больше. То есть теперь стрелочка у нас идет от большего к меньшему. Вот так вот. Скажите, пожалуйста, здесь есть минимальные элементы? Нет. То есть такие, в которые стрелка не входит? Нету. Нету, потому что в любой элемент входит стрелка из элемента N плюс 1. Минимальных нету. А есть ли здесь максимальные? То есть такие, из которых стрелка не идет? Ноль. Ноль. Оказывается, что ноль является максимальным элементом в смысле порядка больше. В смысле порядка меньше он минимален, а в смысле порядка больше он максимален. Он как бы тупиковый справа. Из него уже стрелочек нету. Понятно это? Да, да. То есть надо смотреть, какой порядок. Неважно, какой значок я нарисовал. А важно что. Минимальный это тот, как бы левее которого ничего нет. Невозможно YQX. А максимальный это такой, что правее его ничего нет. Невозможно XQY. Надо на это обращать внимание. Понятие минимального и максимального можно, как говорится, релятивизовать. То есть вот мы говорили о минимальном во всем множестве. А можно говорить о минимальном в каком-то подмножестве. Ну вот, что имеется в виду. Значит, ну пусть у нас, как обычно, есть некий чум. И B это подмножество нашего чума. Что такое элементы минимальные в подмножестве? Ну относительно этого порядка можно отметить. Это все такие X-ы, откуда? Из подмножества. Такие, что в этом подмножестве ничего меньше нету. Понятно? Вот тут у нас вообще во всем чуме ничего меньше нету. А здесь ничего меньше нету в подмножестве. Понятно это? Да, понятно. Совершенно аналогично. Понятие максимума тоже мы можем сделать относительно подмножества. Это все такие элементы подмножества, что в подмножестве ничего больше нету. Так, давайте такой нарисуем. Вот такой порядок. Смотрите, такой ромбик. Это пример того, что называется решетка. Один, два, три, четыре. Значит, у нас, допустим, множество B состоит из двойки и тройки. Как вы считаете, есть у нас в этом B минимальный элемент? То есть такой, что ничего в B не меньше его. Ну, оба элемента 2 и 3. Безусловно, потому что у 2 нету в B кого-то, кто был бы меньше. Он сам, в B он минимальный, меньшего нету. Но и у 3 нету меньшего. А максимальное? Очевидно, то же самое. И 2 и 3 максимально в B. В B нету никого, кто был бы больше, чем 2. И нету никого, кто был бы больше, чем 3. В частности, можно заметить, что максимальный и минимальный легко могут, так сказать, в лице одного элемента совпадать. Вас это не шокирует? Нет, нет. Ну, не должно бы. Не шокирует. Прекрасно. А давайте введем еще одно понятие. Оно называется наибольший элемент и двойственным образом наименьший. Я сразу его релятивизую. То есть сразу его дам относительно подмножества. Я говорю, что элемент X, ну давайте наименьший, наименьший. Очень важно различать наименьший и минимальный. Наименьший в B, это означает две вещи. Ну, во-первых, X принадлежит B, как и тут. Ну, и во-вторых, внимание, для любого Y из B, X меньше или равен нашему Y. То есть кто такой наименьший? Наименьший меньше или равен всех. А минимальный таков, что меньшего его нет. А наименьший он со всеми сравним. Понимаете, в чем разница? Да. Двойственным образом элемент наибольший. Все это запомните, это все нам будет важно. Элемент наибольший в B, тогда и только тогда, когда он в B лежит. Это естественно. И он больше или равен всех, кто живет в B. Ну, естественно, в том числе и себя. Какая связь между наибольшим и наименьшим элементом? Ну, идея в том, что, ну, извините, между наименьшим, например, и минимальным. Между наибольшим и максимальным. Связь в том, что наименьший всегда минимальный. Но обратное вовсе неверно. Посмотрите. Вот если мы обратимся вот к этому множеству B, то мы заметим, что в нем нет ни наименьшего, ни наибольшего. Согласны? Ну, да, потому что в нем все элементы несравнимы. Да, элементы 2 и 3 несравнимы. Нету элемента, который был бы больше и равен всех. А если я посмотрю на весь этот чум, во всем чуме есть наибольший? Да, есть четверка. Да, во всем чуме наибольший, это четверка. А наименьший? Единица. Единица. Согласны? Да. Лемма 3. Связь понятий наименьшего и минимального. Ну, и двойственная лемма наибольшего и максимального. Ну, не знаю, давайте с наибольшим. Значит, пусть, я даже не буду формулировать двойственную лему, она очевидна. Или можно заметить, что обращение порядка – это тоже порядок, при этом, значит, минимальные переходят в максимальные, там, наименьший в наибольший, и так далее, и тому подобное. Так, значит, пусть у нас имеется какой-то чум. Тогда имеется место следующее. Если х, ну и пусть б – это подмножество чума. Если х наибольший, если х наибольший в b, то он единственный минимальный, извините, единственный максимальный. Наибольший элемент подмножество является его единственным максимумом. То есть, если есть наибольший элемент, то он единственный максимальный. Сразу следствие. Но, значит, наибольший элемент единственен. Наибольший элемент, но и наименьший двойственным образом, единственен. Почему? Ну, потому что, если бы их было двое, то множество максимумов было бы равно синглитону х и синглитону х'. Значит, х' был бы равен х. Понятно это? Как вам формулировка? Ну, вроде логично. Надо сказать, что обратное неверно. Точнее говоря, верно только для конечных порядков. Если у нас элемент единственный максимальный, если в каком-то множестве есть единственный максимальный элемент, то вовсе не обязательно, чтобы он был там наибольшим. А пример... Наибольший там может вообще не быть. Пример мы разберем на семинаре. Но он требует, чтобы множество было бесконечным. Но пока давайте докажем это. Значит, раз элемент наибольший, то он единственный максимальный. Что же нам дано? Нам дано, что х принадлежит b. И для каждого у из b, каждый у из b меньше или равен, чем х. Давайте доказывать две вещи. Что мы хотим? Ну, я хочу доказать равенство двух множеств. Ну, можно считать, что я хочу двух вещей. Во-первых, я хочу доказать, что наибольший элемент действительно максимален. А во-вторых, я хочу доказать, что если z максимален, то тогда z равен x. Согласны? Согласны? Нам этого достаточно. Правда? Да, это достаточно. Поехали. Пункт один. Но я хочу доказать, что он максимален. Но что это значит? Что значит, что он максимален? Это означает, что, значит, ну, то, что он принадлежит, то, что он принадлежит b, у нас уже есть. Это неинтересно. И для любого ysb у меня не может такого быть, чтобы x был меньше, чем y. У него нет ничего большего. Давайте от противного. Но, допустим, допустим, x таки не максимален в b. В b он лежит, поэтому все хорошо. Значит, единственная причина, по которой он может быть не максимален, это означает, что в b нашелся элемент, который больше, чем наш x. Правильно? Но наш x, он больше или равен любого элемента из b. Значит, получается, что для некоторого элемента из b верны две вещи. С одной стороны x больше или равен этого элемента, а с другой стороны x меньше этого элемента. Правильно? Ну, а тут что написано? Что значит меньше или равно? Это же напарник. Это же напарник. Меньше или равно. Это же φ от нашего меньше. Это значит меньше или равно. Вот. Значит, получается два случая. у меньше х или у равен х и х меньше у. Воспользуемся дистрибутивностью и получим такие варианты. у меньше х и х меньше у или у меньше х, извините, или у равен х и х меньше у. Согласны? Да. Воспользуемся транзитивностью. По транзитивности получается, что у меньше у. А тут мы воспользуемся не транзитивностью, а просто тем, что равные множества ведут себя одинаково. Я заменю... Ну, я плохо написал. Я заменю х на у. Я заменю х на у. У меня тут был х, но х равен у. Я его заменю на у. И опять я получу, что у меньше, чем у. Ну, естественно, эта дизюнкция означает, что у меньше у и влечет противоречие в силу и рефлексивности. В строгий порядок по определению рефлексивен. Нормально? Нормально. Я допустил, что наибольший элемент не максимален, что есть кто-то больше его. Я получил противоречие, потому что он должен быть больше или равен этого кого-то и меньше этого кого-то одновременно. Так не бывает. Значит, пункт 1 мы доказали. Пункт 2. Любой максимальный элемент равен наибольшему. Ну, при условии, что наибольший существует. Допустим, что у меня z – это какой-то максимум в b. Ну, что это означает? Тогда получаются две вещи. z лежит в b с одной стороны, и с другой стороны ни один y из b не может быть больше, чем наш z. Так, ну, что надо сделать? Надо в качестве этого y взять наш x. Вот и все. Вот наш x, который был наибольшим элементом, вот нам дали наибольший элемент. Вот его мы и возьмем. В качестве y. Он же лежит в b. Лежит. Он лежит в b. Значит, получается, что наш z не меньше, чем x. Но с другой стороны наш x был наибольшим. Правильно? То есть, для любого там альфа и sb, альфа меньше, равно, чем x. Давайте в качестве альфы возьмем и подставим наш z. Значит, получается, что раз z максимальный, то он не может быть меньше, чем x. А раз x наибольший, он обязан быть больше или равен, чем z. Согласны? Ну да, кажется, да. Дальше чисто логика. Ну, смотрите. Пользуемся дистрибутивностью. Либо, я вообще совершенно не думаю тут, z меньше, чем x, и z не меньше, чем x, это невозможно. Либо неправда, что z меньше, чем x, и z равно x. Из первого следует противоречие, из второго следует, что z равно x. То есть, получается, что z равно x. Любой максимальный элемент равен нашему x. Ну, на пальцах. Возьмем максимальный элемент и сравним его с x. x наибольший, значит, x больше или равен, чем z. Но никто не может быть строго больше, чем z. Значит, x и z равны. Понятно? Да. Итак, оказалось, что наибольший элемент, если он существует, он единственный максимальный. Но аналогично все будет для минимальных и наименьших. Аналогично для наименьших и минимальных. Итак, понятия минимальны, понятия наименьшие, вообще говоря, различны. Еще одним важным понятием является верхняя грань и двойственным образом нижняя грань. Что же это такое? Ну, давайте введем соответствующее определение. Вдруг мы на семинаре там до них дойдем. Кто знает. Значит. Ну, не пропадать же времени. Так. Хорошо. Что такое верхняя грань и нижняя грань? Это немножко похоже на наибольший элемент. Но ослабляет его в другом смысле. Смотрите. Наибольший элемент сравним со всеми в B. Вот вообще со всеми, кто в B не живет. Но сам он тоже лежит в B. И мы доказали, что отсюда следует, что он единственен. А мы можем это понятие ослабить вот в этом смысле. Мы можем взять элементы, которые больше или равны всех, кто живет в B, но сами они в B лежат не обязательно. Такие элементы называются верхними гранями. Определение. Вот опять пусть у нас вот есть какой-то чум, и мы будем рассматривать его под множество. Вот у нас есть чумы, B – это его под множество. Значит, что такое множество верхних граней B? Множество B. Обозначается вот так вот. B с верхним треугольником. Это множество верхних граней. Верхних граней множество B. Что такое верхние грани? Это все такие элементы X из A, они не обязаны жить в B. В этом разница с наибольшими. Которые больше или равны всех Y из B. Понятно? Да, понятно. Аналогично у нас определяется множество нижних граней. Что такое нижние грани? Это опять все элементы из A, которые меньше или равны всех элементов из B. Но сразу можно заметить очень простое утверждение. Что если у меня какой-то элемент, он попадает в B и является верхней гранью, то он будет каким? Он больше или равен всех элементов B и сам живет в B. Он какой? Наибольший. Совершенно верно. Такой элемент обязательно наибольший в B. И наоборот. Наибольший элемент является верхней гранью. То есть пересечение этих двух множеств может быть разве что по одному элементу. Или пустое. Потому что наибольший единственный. Понятно? Есть ряд интересных свойств вот этой вот операции. Переходы к верхним граням. Ну, например, почему-то, например, оказывается, что множество верхних граней B равно множеству верхних граней, множество нижних граней, множество верхних граней. Ну, тогда же и не приходит в голову, почему бы так могло быть. Но на семинаре мы это докажем. Сейчас мы не будем на этом останавливаться. Но, пожалуй, то немногое время, которое нам осталось, я бы потратил на пример. Вот где у нас там верхние грани, нижние грани. Пример я тоже приведу конечный, хотя вот эти понятия, они играют критическую роль в матанализе. Там, правда, порядок линейный, все элементы сравнимы. Это делает многие вещи проще. Еще давайте я сразу определю супремум. Что такое супремум? Супремум множество B, если он существует, его может и не быть. Это наименьший элемент во множестве верхних граней. Супремум – это наименьшая верхняя грань. А инфимум что такое? На матан ходите? Наибольшая нижняя. Наибольшая нижняя грань. Совершенно верно. Наибольший элемент в множестве нижних граней. Обратите внимание, мы даем эти определения в общей ситуации, когда элементы могут быть несравнимы. На матане все не совсем так. Ну вот смотрите, давайте нарисуем такую картинку. Сейчас разберем эту картинку и закончим. Вот у нас такой чум. Ноль меньше двойки и тройки. Двойка и тройка несравнимы. Единица тоже меньше двойки и тройки. Также двойка меньше, чем четверка. Тройка меньше, чем пятерка. И четверка тоже меньше, чем пятерка. Значит, вот такой вот чум. Вот такой чум. Некоторые стрелки не нарисованы, которые должны быть по транзитивности. Мы их договорились игнорировать. Возьмем множество b, которое состоит из двойки и тройки. Элементы там несравнимы. И давайте зададимся вопросом. А кто является верхней гранью множества b? Какие элементы больше или равны каждого элемента в b? Вот кто вообще больше или равен каждого элемента из b? В самом b таких элементов нет, так как там нет наибольшего. Кто будет верхней гранью? Верхней гранью будет 4 и 5. А разве 4 больше или равно тройке? А нет, только двойки больше. Это только 5. Только 5. Единственная верхняя грань, единственный элемент, который больше или равен и двойке, и тройке, это 5. Так, а есть ли у нас, какие у нас есть нижние грани? Кто меньше или равен как двойке, так и тройке? 0,1. Так, а сравнимы эти нижние грани? Нет. Скажите, есть среди нижних граней наибольшее? Нет. Нету, значит, инфимума наибольшей нижней грани просто не существует. А есть ли у нас наименьшая верхняя грань? Да. Ну, раз верхняя грань единственная, то есть и наименьшая верхняя грань, наша пятерка. Согласны? Да. Вот примерно так. Ну, хорошо бы, конечно, еще ряд примеров разобрать, но наше время кончилось. Есть ли вопросы? Да. Есть ли вопросы? Продолжение следует...